Продолжение следует... 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 Для того, чтобы обеспечить сохранность материалов, для того, чтобы показать, что архив находится в надежных руках. И здесь под архив отводятся вот эти два этажа, которые раньше являлись католическим центром. Журналисты фотографировали отсюда события восстания. Мое первоначальное исследование было поделено на две части. С одной стороны, меня интересовал архив и материалы о восстании. С другой стороны, мне хотелось также работать с материалами из архива Бьеннале, поскольку это одно из немногих Бьеннале, которое посвящено конкретному историческому движению. После того, как правительство решило возобновить это дело в 1993 году, спустя два года город Кванджу организовал первое Бьеннале. И многие работы, которые выставлялись на Бьеннале, были посвящены движению демократизации для того, чтобы подчеркивать важность этого процесса. Я работал с различными архивными материалами для того, чтобы представить их на Бьеннале. И я понял, что ко многим материалам нет доступа. Например, я не могу дотронуться до них, я не могу прочесть эти документы. И, во-первых, это касается материалов, которые связаны с восстанием XVIII века. Я даже не могу войти в зал, где они хранятся. И мне всегда говорят о том, что процесс архивации продолжается. И это предлог, который мне представляют, почему я не могу воспользоваться этими документами, почему я не могу получить доступ к этим материалам. В 2014 году я работала с этими материалами, и я получил ссылку на YouTube, где было размещено двухминутное видео, и я ничего не получил от предыдущей Бьеннале два года назад, которая проводилась. И для меня это было большим удивлением и заставило задумываться об этих вещах и о том, что может сделать искусство в этой ситуации. Я ездил в Кванжу четыре раза во время исследования. У меня были определенные ограничения бюджетного характера. Я мог оставаться там только три дня, и первые два дня мне все время приходилось ждать. Каждый раз, когда я приходил в архив, я делал запрос, и потом должен был ждать два дня, прежде чем получить ответ. То есть я не мог увидеть то, что хотел увидеть. Мне не давали это увидеть. Я общался с местными художниками, с владельцем хостела, где я останавливался, с владельцем ресторана. Для того, чтобы побольше узнать об этом месте, я являюсь иностранцем, и Бьеннале Кванжу так много мероприятий для нас организовывало, приглашали разных представителей говорить и обсуждать восстание. Но все подтверждали, что это движение представлено в определенном ракурсе, и все время представляется один и тот же нарратив. Многие не понимали, почему я нахожусь там, и я старался завязать дружеские связи с художниками. Мне показывали разные места, в частности, свои собственные галереи, и я начал снимать, делать фотографии как в форме дневника. И многим пришлось бросить свои студии из-за восстания, и многие художественные школы должны были переехать из насиженных мест. И потом я нашел коробку с каталожными карточками, я решил взять ее с собой на неделю, когда отправился в горы. Эти карточки на английском языке, и они рассказывают о ранних произведениях художников Пита Укончи, Абиво Ольве, которые участвовали в предыдущих биеннале. И мне было важно показать название этих работ и увидеть их в архиве биеннале. Эти изображения играют важную роль, потому что они показывают окна в архиве, посвященном восстанию. То есть там два окна, и есть жалюзи, и мне показывают директоры, что вот, там есть архив, но никто не может войти в эти помещения. И это последняя инсталляция этой работы, потому что единственная вещь, до которой я могу дотронуться, это мебель. И я могу воспроизводить вот эти конструкции, пустые конструкции, показать фотографии, которые я сделал, которые являются частью моего исследования, и вот две занавески, которые показывают окна. Это работа 2012 года. Может быть, мы сможем посмотреть видео, где я рассказываю о предыдущей работе своей. Я не могу сказать, что я работаю с архивом, потому что в Китае, так как и Кэрол вчера рассказывала, существует всего несколько существующих архивов, к материалам которого есть доступ у широкой публики, поэтому я исследую определенные истории определенных людей, в частности, например, биографию и историю моего деда, которому сейчас 93 года, и меня интересует история музеев в Китае, поэтому я проводил исследование о Чжане Тене, и он был первым китайцем, который открыл музей в Китае в 1905 году. В то время я решил объединить его историю с историей моего деда. Чжан Чжан умер в 1926 году, а мой дед родился в 1925 году, то есть продолжает то, о чем говорил Чжан Чжан, о том, что касается развития нового Китая, и поэтому у меня здесь две части, одна пустяна Джон Джон, и я использую деревянную коробку на полу, и вы здесь видите светлая комната и темная комната, где я поместил некоторые предметы, которые передала мне дочь Джона Дю, и считалось, что, возможно, он был богатым человеком и хранил какие-то вещи в тайнике, однако оказалось, что в этом тайнике всего лишь шляпа и очки, и я обнаружил эти вещи на рынке и представил их в этой работе. Это последняя выставка, которую курил Чжан Чжан. И в темной комнате у меня 10 наборов фотографий, которые я выбрал вместе со своим дедом, у него всего их было порядка 50, мы поделили их на 10 разных этапов его жизни, начиная с самого фотографии его деда, и затем я показываю другие фотографии в определенном порядке. Самые старые фотографии несут с собой такую базовую основополагающую информацию, то, что он помнит. Вот это, например, 70-х годов изображение, когда он занимал особое положение в партии, работал в правительстве, и у него была возможность путешествовать во Францию, в Мексику, потому что он возглавлял различные группы выставок, которые представляли новую страну по всему миру. И позднее на этой выставке я использую еще одну историю из жизни деда. Здесь вы видите некоторые слайды, то есть называлась она «Возвращаясь к памяти» – «Revisit Memory», то есть это показывает его воспоминания о его родном городе. Он уехал из своего родного города в 16 лет и никогда больше не возвращался. И я всегда старался фотографировать те места, которые имели какую-то связь с ним. И затем эта выставка начала следующее исследование, посвящено выставке Робина Кларка из Института Кларка в США. И эта экспедиция имела важное значение, потому что происходило в провинции Шан-Си, и это северо-западная часть Китая, и позднее эта территория стала Красной зоной, и, по сути дела, полигоном ранних коммунистов. Это была неизвестная территория раньше, и благодаря этой экспедиции была создана карта этой территории. И вот как раз здесь Роберт Стэнли Кларк стоит. И благодаря ему я и узнал об этой выставке. Он стал позднее директором Азиатского музея в Шанхае, оставался им 7 лет. Музей Азиатского общества был одним из первых музеев в Китае, посвящен естественно-научным предметам. И он был любителем, и именно благодаря участию в экспедиции решил остаться в Китае. И это также произведение связано с выставкой. Это чемодан моего деда. И еще одна часть этой выставки является воспроизводством вот этого угла, потому что на подготовительном этапе выставки я создавал свою собственную историю. И я решил ее не записывать, а рассказать не другим сотрудникам галереи. И на открытии говорилось каждому человеку, чтобы никто не записывал, что происходило. Это был процесс устного обмена сообщениями. И затем я сделал эту работу, 10 наборов фотографий, и прежде чем я их вернул своему деду, я сделал негативы, я сделал отпечатки без фиксатора для того, чтобы получился такой вид. Это также связано с экспедицией. Хаслат Али – это еще один участник экспедиции, и эта работа связана с ним. Из-за его гибели экспедиция должна была закончиться. Он вступил в конфликт с одним из местных жителей и погиб. И я использовал эту стереографию, и вот как это выглядело. То есть вот этот стереоскоп, который был представлен на выставке. И недавним проектом был реализован в провинции Шан-Си. И я понимаю, что с конца 70-х до сегодняшнего времени вся эта территория стала основной территорией для использования правительством. То есть здесь проводятся различные испытания и утилизация космических аппаратов. Это достаточно большая территория, и это здание является центром контроля космических исследований. В 70-х годах китайское правительство начало свою космическую программу, и этот проект возвращается к этому историческому моменту и исследует новые смыслы этого проекта. И опять же, я провожу здесь связи с экспедицией истории моего деда. Это экспедиция, а это фотографии, которые я нашел в средствах массовой информации, на веб-сайтах, газетах. И я здесь показываю фрагменты в форме черного цвета. Это, опять же, маршрут экспедиции, и эта книга моего деда, Эдгар Сноу, еще в 30-х годах, рассказывал о развитии китайского коммунизма. И это стало очень важной книгой для моего деда, потому что в то время он работал в Шанхае, и он читал эту книгу своим коллеге, который был тайным коммунистом. И потом он решил поехать в Йеханне для того, чтобы поступить в университет, но для этого ему нужно было вступить в армию и в партию. И это стало его такой целью в жизни. Я сделал скан с помощью трехмерной печати, скан этой книги. Это Чингисский метеорит, который был найден в 2013 году на границе с Монголией. И это звуковая инсталляция, небольшой музыкальный ящик, потому что спутник имеет одну лишь функцию проигрывать музыку, и эта музыка как раз символизирует Восток. Согласно правительственной информации, этот спутник до сих пор проигрывает эту музыку, до сих пор находится в космосе. Спасибо. 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 Спасибо.